В случае возникновения серьезной угрозы жизни или здоровью, звоните в экстренную службу 112. Это универсальный общеевропейский телефонный номер, по которому можно вызывать скорую помощь, пожарных или полицию. По данному номеру можно дозвониться с любого телефона, даже при отсутствии сим-карты или средств на счету. Естественно, в план отпуска никто не вставляет пункт «заболеть». Но, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Хорошо, если дежурные препараты еще на родине заботливо собраны в переносную аптечку, с учетом того, что можно застрять на очередной волне коронавируса. И ими решаются все текущие проблемы. А если нет? Поэтому сейчас спокойно мы разберемся на всякий случай. Как быть, если срочно нужно лекарство? Как быть, если вдруг разболелся зуб? Или вдруг у ребенка потерялась соска? Если к этому вопросу не подготовиться заранее, то всякие экскурсии по Праге могут накрыться медным тазом. Кстати, если жизнь вынудила отправиться в дежурную аптеку за полночь, запаситесь наличными. Карты по ночам берут далеко не везде. Вот вам список аптек в центре Праги. Конечно же, в отпуск с границы едут, чтобы отдыхать, восхищаться, набираться сил. Однако, наслаждаясь видами и пробуя местную еду, особенно пиво, кто-то иногда вынужден искать экстренной помощи у местной медицины. И случается так, что разумно собранные лекарства и местные аптеки не в состоянии ничем помочь. Вот тогда-то и появляется необходимость обратиться к местному медицинскому персоналу. Если прихватило не по-детски, нужно вызывать скорую помощь. Либо по телефону, указанному в самом начале ролика, либо по телефону в 155. Приведу также остальные телефоны, которые, я очень сильно надеюсь, вам не понадобятся. Но опять-таки, предупрежден, значит вооружен. 155. Скорая медицинская помощь. 150. Пожарная охрана. 158. Полиция Чешской республики. 156. Муниципальная полиция. Больницы Праги, специализирующиеся на обслуживании иностранцев. Я приведу ниже больницы другие медицинские учреждения, специализирующиеся на предоставлении медицинских услуг иностранцам. Университетская больница МОТО, отделение первой помощи. Больница Нагомолки, отделение для иностранцев. Все ссылки и телефоны я продублирую под роликом. Долго думала, стоит ли составлять небольшой словарик для общения в экстренном случае, но пришла к выводу, что это будет совершенно бесполезно. Поэтому, когда вы окажетесь перед врачом, пытайтесь максимально обратить его внимание на место, которое у вас болит. С жестами, интонациями, охов и ахов, как угодно. По своему опыту могу сказать, ведь лечат же глухонемых людей. Лечат, качественно и правильно. Так что иностранцы тоже не оставят без нужной помощи. И еще одно личное. МОТОЛ я очень сильно не люблю. Возможно, не повезло только мне. Но на МОТОЛе есть специализированное отделение для иностранцев, и там реально говорят на русском. Если вам стало не по себе днем, и вас еще не везет никуда скорая, а куда считает нужным только она, а вы выбираете, куда бы поехать, то, скорее всего, вы выбираете МОТОЛ. Но чаще всего за границей экстренно нужна вовсе не скорая помощь, а зубной врач. Итак, по поводу зубов. Снизу видите, куда можно обратиться, если вам нужен срочно зубной врач. Зубные врачи бесплатно не лечат. На Праге-1 городская поликлиника работает с понедельника до четверга, с 19 до 6 утра, и в пятницу с 16 до 6 утра. В выходные праздники работают нон-стоп. Телефон вы видите на экране. Прага-4, Виденск-800, одна из самых больших пражских городских больниц, тамая Раваная Моцница с поликлиникой. Оказавшись на ее территории, надо сразу покрутить головой и увидеть справа павильон Б-1. С понедельника до пятницы принимают с 17.30 до 22.30. Во все прочие дни с 7.30 до 22.30. Телефон вы видите на экране. Паспорта и медицинские страховки прогуливаясь по Праге или разъезжая за ее пределами, надо обязательно иметь при себе. Вероятность того, что вас остановят люди, имеющие на это полномочия, и начнут интересоваться вашими документами, ничтожно мала. Но закон есть закон, и его надо уважать. За карманами и сумками, особенно в многолюдных местах, не стоит забывать приглядывать. Для тех, кто в воле обстоятельств оказался без паспорта, слова, утешение и практические советы. Что делать, если украли документы? Тут я привожу мнение адвоката доктора права Дениса Кашицына, поскольку сама лично не сталкивалась. И надеюсь, вы просто послушаете, и вам не придется применять это на практике. О любой краже, будь то паспорт или кошелек, необходимо незамедлительно проинформировать полицию. Стоит отметить, что наряду с полицией Чешской Республики в Чехии существует муниципальная полиция. Сообщить о краже можно несколькими способами. Позвонить и рассказать об этом по телефону 158. Возможно также связаться через Общеевропейскую линию 112, но целесообразнее звонить в полицию напрямую. Обратиться к первому патрулю на улицу или же явиться в отделении лично и дать показания в качестве потерпевшего. Согласно ОПК, однозначной подведомственности, где вы должны подать заявление, нет. Однако на практике существует большая вероятность, что сотрудник полиции отправит вас в отделение по месту совершения преступления. Если вы не знаете, где именно вас обворовали, ну, например, вы думаете, что лишились кошелька при поездке в общественном транспорте, то это будет место, где стало известно о случившемся преступлении. Следующим шагом будет обращение в консульство вашей страны в Чехии. Заранее посмотрите перед поездкой, где находятся ваши консульства. Адреса, время работы, телефоны и так далее. В консульстве вам потребуется заполнить соответствующие заявления и предоставить документ, удостоверяющий вашу личность. Если все совсем плохо и все пропало, и такого документа у вас нет, то это могут быть два свидетеля, разумеется, с документами, которые являются и письменно подтверждают вашу личность. После этого вам будет выдан документ, позволяющий вернуться в страну проживания. Сроки и порядки выдачи такого документа зависят от каждого конкретного государства. И информацию по конкретным консульствам вам могут предоставить также в полицию, но желательно посмотреть это перед поездкой. Ценный совет в завершении. Сделайте заверенные нотариальные копии паспортов еще на родине, и пусть крадут их. А оригиналы будете содержать в цехе отеля. Вообще-то оригинал нужно предъявлять только в аэропорту. И, кстати, ходить совсем без документов по Праге нельзя. Просто откселенная бумажка приравнивается к понятию совсем без документов. Надеюсь, что эти советы вам никогда не пригодятся, а пригодятся только туристические. Всем хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова